Тысяча квадратных метров и ни одного пустующего сантиметра. То тут, то там поют, танцуют или играют на инструментах. Сугубо национальные ритмы тут же подхватывают те, кто впервые знакомится с творчеством новых друзей. Иностранцы же больше интересуются русскими традициями. Огромная выставка, где регионы показывают свою культуру, постоянно заполнена гостями. Алтай, Кузбасс, Якутия, Крым. Студенты смотрят, трогают и даже пробуют на вкус. На стенде Новгородской области, к примеру, можно поиграть в древнюю забаву. По очереди, по стороне маленького квадрата, передвигаем их. И когда у нас появляются три в ряд, тот победил. Побеждает либо по горизонтали, по вертикали, по диагонали, по разным способам. Сыграем? А в Тюмени, на родине Менделеева, химики ставят опыты. Эффектно, но главное – безопасно. Соединение, да, давайте. Вот, сейчас будет вообще интересно. Как-то так. Интересно не только иностранцам, но и студентам российской делегации. Кстати, многие из них в Сочи знают еще по Олимпийским играм. Приезд на фестиваль молодежи они просто не могли себе позволить пропустить. Быть волонтером в Сочи на Олимпиаде – это являлось для меня одним из самых ярких событий. Поэтому пропустить теперь самые масштабные молодежные события, ну, было бы просто, на самом деле, глупостью. Между лекциями и встречами они просто устраиваются поудобнее и разговаривают о своих городах, регионах и странах. Как бы стараясь не пропустить еще одного интересного собеседника, а может быть и друга, перерывов между общением никто не оставляет. Одно дело – форумы, фестивали российские, допустим, федеральные, но международные – это совсем другое. Тут абсолютно все разные, и мыслят по-разному, и механизмы используют разные. И вот этот вот, скажем так, запал, получить от них – это очень важно. Что чувствуют сегодня эти студенты в Сочи, хорошо знают те, кто все это уже испытал. Легенда российской литературы Андрей Дементьев сегодня почетный гость. Ровно 60 лет назад состоялся его первый фестиваль в 1957 году в Москве. Посчастливилось побывать и на втором, в 1985-м. Сегодня ему аплодируют стоя, а он по-доброму завидует тем, у кого впереди еще много открытий. Толщок к тому, чтобы изучать язык, например, чтобы узнавать другие страны. Стало много ездить. Мне интересно было общаться с молодыми людьми, которые жили в разных странах, которые говорили на разных языках. А я знал тогда только один язык английский – французский. Мне было интересно, конечно. И я сам не знал. Собирающих полной аудитории гостей на фестивале не сосчитать. Таким стал и Афрос Шах. Он прославился на весь мир благодаря своему стремлению сделать планету чище. За 86 недель Шах и тысячи единомышленников убрали пляж в его родном городе Мумбаи. Добровольцы вывезли более 5000 тонн мусора, в основном пластика. За это ООН присудила ему титул чемпиона земли. Теперь за порядком следит там, куда приведут его дела. Проинспектировал и сочинский пляж. Правда, ни перчатки, ни мусорный мешок, по сути, не пригодились. Сочи очень теплый и гостеприимный. Мне было очень приятно обнаружить, что город очень чистый. Я считаю, что местные власти делают хорошую работу в этом направлении. Люди тоже поддерживают чистоту. Это действительно очень хорошая работа местных властей. Я бы хотел, чтобы мумбайские власти делали то же самое. Я бы очень хотел, чтобы в Мумбаи было так же чисто, как на этом пляже. Пляж в Меретинской низменности Шах теперь ставит в примеры не только своим землякам, но и остальным гостям фестиваля. Впрочем, собравшимся со всего мира студентам, курорт хочется ставить в пример не только в плане чистоты. Здесь и сейчас зарождаются их впечатления, которые никому и никогда уже не забыть. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.